Самые свежие новости для должников и заемщиков в одном выпуске. Что нового подготовило государство для граждан? Почему мошенникам будет гораздо сложнее взять на вас кредит? Как обстоят дела с упрощенным банкротством? Какой закон вступил в силу для участников СВО? Коллекторы, кредиты, долги, ЖКХ и другие новости. Разберем сегодня. Всем здравствуйте, меня зовут Роман Родин. Я руководитель федеральной юридической компании «Делаю время». Вот уже более 9 лет мы законно избавляем граждан РФ от долгов. Сегодня разберем самые свежие новости последнего месяца. Обязательно подпишитесь на канал. Здесь каждую неделю выходит полезное видео о ваших правах. Ну и обязательно поставьте лайк и давайте начнем. В России могут вести период охлаждения, так называемый. Что это означает? Ранее Центробанк уже озвучил идею о том, что граждане должны разумно подходить к получению кредита. Они хотят узаконить этот период охлаждения. То есть дать человеку 2 дня, чтобы он хорошо обдумал свое решение и имел возможность от него отказаться. Какой плюс для граждан? Например, когда мошенники пытаются заставить человека срочно взять кредит на выгодных условиях. Или же когда коллекторы настаивают на взятии кредита для погашения долгов. Период охлаждения даст человеку время успокоиться, все хорошенько осмыслить и принять решение на холодную, что называется, голову. А также это снизит риск последствий от быстрых кредитов. Если говорить о сумме кредита, то пока предлагается начать с больших сумм. То есть период охлаждения будет применяться при попытке взять кредит на сумму от 1 миллиона рублей. А считаете ли вы такое решение разумным? Напишите в комментариях, будет довольно интересно. Я же в свою очередь считаю, что плюсы несомненно есть. Однако период охлаждения будет неудобен тем, кому действительно нужны деньги. И давайте по традиции, среди комментариев я выберу один и разыграю 2000 рублей для наших подписчиков, которые поставят лайк, обязательно напишут комментарии внизу и при этом будут подписаны на наш канал. Победителя вы узнаете в следующих выпусках. Переходим к другой новости. Совет Федерации поддержал запрет передавать коллекторам долги по ЖКХ. Коллекторов и других третьих лиц запретят привлекать для взымания долгов за коммуналку. Такие поправки в ЖКС Совет Федерации одобрил 17 апреля. Этот закон будет действовать также и для организаций, которые предоставляют гражданам жилье по договору социального найма. Слушайте, а как часто вот именно вас достают коллекторы из банка или МФО, прислали ли вам гадости и много ли вообще среди наших зрителей должников именно по ЖКХ? Внизу в комментариях я прошу вас поделиться этой информацией. Третья новость касается кредитов, которые взяли на вас мошенники. Верховный суд объяснил, что делать в такой ситуации необходимо. Представьте ситуацию, у вас украли телефон и в вашем мобильном банке от вашего имени взяли кредит. Такая ситуация может случиться на самом деле с каждым. А доказать в суде, что это были не вы, крайне затруднительно. Я думаю, вы это понимаете. Сейчас же Верховный суд отметил, что банкам следует быть осмотрительней и применять повышенные меры предосторожности, если клиент подал заявку на оформление сделки и затем распорядился перевести деньги третьим лицам. Поэтому можно сделать вывод. Судебная практика постепенно, но поворачивается лицом гражданам, которые пострадали в свою очередь от мошеннических действий. Следующая новость касается роста количества внесудебных банкротств. Это бесплатная упрощенная процедура. За первые три месяца 2024 года в России их число увеличилось в пять раз. Ну и в более половине этих случаев за внесудебным банкротством обратились пенсионеры. Так как с ноября прошлого года критерии банкротства через МФЦ, то есть упрощенки, немного расширились. Основной плюс внесудебного банкротства это то, что процедура бесплатная, ну и длится она всего полгода. Однако такой вид банкротства, как я уже много раз говорил, подходит далеко не всем должникам. Если вы хотите об этом узнать подробнее, то есть у нас видео на канале под названием «Почему вы не подойдете под упрощенное банкротство». Ссылка будет здесь. Кому это актуально, посмотрите обязательно. Кстати, если вы тоже хотите узнать, подходит ли именно ваша ситуация и можете ли вы списать долги через банкротство, то можете получить бесплатную консультацию у нас в компании. Вот уже более девяти лет мы законно списываем гражданам Российской Федерации долги. У нас нет ни одного проигранного дела. На консультации вы сможете задать все интересующие вас вопросы и понять, подходит ли именно вам процедура. Пишите мне в WhatsApp или Telegram. Ссылку на консультацию вы найдете в описании внизу к этому ролику. Далее, о чем я сегодня расскажу, касается участников СВО. Участникам так называемой специальной военной операции спишут проценты, начисленные на кредиты за период действия кредитных каникул. Закон уже вступил в силу. Согласно ему, банки должны в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей. Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга. Давайте подведем итог по новостям. Период охлаждения, без сомнений, это хорошая новость для граждан. Он позволит хорошо обдумать такое серьезное решение, как кредит, и отнимет у мошенников возможность применять манипуляции в отношении вас. Мера по упрощенному банкротству внесудебному для граждан уже дала свои плоды. Все больше пенсионеров могут законно избавиться от долгов еще и бесплатно. При этом банкротство также остается доступным, ну правда судебное банкротство для других категорий граждан, для которых упрощенка по каким-то причинам не подходит. На самом деле причин, почему не подходит упрощенная процедура банкротства, не так много, уже много раз об этом говорили. В частности, это то, что судебные приставы не завершают исполнительное производство по определенной статье. Жду ваше мнение в комментариях, с вас, друзья, лайк за наши старания, подпишитесь на наш канал, чтобы всегда под рукой иметь надежных юристов. До свидания и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok